Естественные методы для управления сахарной диабетом лучшие варианты лечения. Диабет является серьезным заболеванием, которое вы не можете лечить самостоятельно. Ваш врач поможет вам составить план лечения диабета, который является правильным для вас, и что вы можете понять. Вам также может понадобиться и другие специалисты в области здравоохранения в вашей команде лечения диабета, в том числе и для ног врача, диетолога, глазного врача и специалиста диабета, так называемый эндокринолога. Лечение диабета требует пристальному надзору за уровень сахара в крови, и держать их на цели, поставленной вашим доктором, с помощью комбинации лекарственных средств, физических упражнений и диеты. Обращая пристальное внимание на то, что и когда вы едите, вы можете минимизировать или избежать качели эффект быстро меняющихся уровней сахара в крови, что может потребовать быстрых изменений в дозировках лекарств, особенно инсулина. Нет, если у вас диабет типа 1, поджелудочное железо больше не делает инсулин. Ваши тела должны использовать уровень сахара в крови для получения энергии. Вам понадобится инсулин в виде инъекции или путем использования непрерывного насоса. Учимся делать инъекции себе или вашего ребенка или ребенка может показаться на первый взгляд наиболее сложной частью управления диабетом, но гораздо легче, что вы думаете. Некоторые люди с диабетом используют компьютеризированную насос, называется инсулиновой помпы, что дает инсулина на множестве основе. Вы и ваш врач программы насос поставить определенное количество инсулина в течение дня, базальная доза. Кроме того, выпрограммировать насос, чтобы поставить определенное количество инсулина на основе вашего уровня сахара в крови, прежде чем съесть, балюсная доза. Инсулин выпускается в четырех типах. Быстрого действия, с учетом эффектов течения нескольких минут и длится 2-4 часа. Регулярное или короткого действия, с учетом эффектов течения 30 минут и длительные 3-6 часов. Промежуточные действия, вступают в силу через 2-4 часа и длится до 18 часов. Пролонгированные, вступают в силу через 6-10 часов и длится более 24 часов. Быстрого действия ингаляционный инсулин, афреза, также в доутвержденных для использования доеды. Он должен быть использован в сочетании с инсулино-длительного действия у пациентов с диабетом типа 1 и не должны быть использованы теми, кто курят или имеют хроническое заболевание легких. Он поставляется в виде одного картриджа дозы. Инсулин-специальные приложения также доступны для людей, которым необходимо использовать более одного типа инсулина. Деглудеч, тресиба, является особенной инсулино-длительного действия, обеспечивая базальную дозу инсулино-прочному за 42 часов. Она также доступна в сочетании с инсулино-быстрого действия, Рызодек 70-30. Каждый план лечения рассчитан на человека и может быть скорректирован на основе того, что вы едите и сколько вы занимаетесь спортом, а также для периода стресса и болезни. Проверяя свои собственные уровни сахара в крови, вы можете отслеживать изменяющиеся потребности вашего организма на инсулин и работать с вашим врачом, чтобы выяснить лучшую дозу инсулина. Люди с диабетом проверят уровень сахара в крови до нескольких раз в день с помощью прибора, называемого глюкометр. Уровни мер глюкометр глюкозы в образце крови вонзилась на полосу обработанной бумаги. Кроме того, в настоящее время существует устройство, называемое системой непрерывного мониторинга глюкозы, КГМС, которые могут быть прикреплены к вашему телу, чтобы измерить ваш уровень сахара в крови каждые несколько минут до недели, в то время. Но эти машины проверить уровень глюкозы из кожи, а не крови, и они менее точны, чем традиционные глюкометры. Питание и питание сроки диабета Питание сбалансированное питание имеет жизненно важное значение для людей, страдающих диабетом, поэтому работать с вашим врачом или диетологом, чтобы составить план меню. Если у вас диабет типа 1, время вашей дозы инсулина определяется активностью и диетой. Когда вы едите и сколько вы едите, столь же важно, как и то, что вы едите. Как правило, врачи рекомендуют 3 небольших приема в пище и 3-4 закуски каждый день, чтобы поддерживать надлежащий баланс между сахаром и инсулином в крови. Упражнения для сахарного диабета Другим важным элементом программы лечения сахарного диабета является мероприятие. При любом типе диабета, проконсультируйтесь с вашим врачом, прежде чем начать программу физических упражнений. Упражнение улучшает использование вашего тела инсулина и может снизить уровень сахара в крови. Для того, чтобы предотвратить ваш уровень сахара в крови и упасть до пасть на низкого уровня, проверьте уровень сахара в крови и, при необходимости, есть углеводную перекусить примерно за полчаса до тренировки. Если вы начинаете чувствовать симптомы низкого уровня сахара в крови, так называемая гипогликемия, прекратить осуществление и имеет углеводную перекусить или выпить. Подождите 15 минут и снова проверить. Есть еще один закуску еще раз, если он все еще слишком низок. Упражнение помогает некоторым людям с диабетом 2 типа снизить уровень глюкозы в крови и может помочь предотвратить заболевания у людей, подверженных риску. Для людей с любым типом сахарного диабета, физические упражнения могут снизить вероятность возникновения сердечного приступа или инсульта и может улучшить кровообращение. Он может предложить снятие стресса, а также люди с сахарным диабетом 2 типа, которым необходимо сбросить лишний вес может принести пользу от умеренных физических упражнений. Большинство людей, страдающих диабетом, рекомендуется, чтобы получить по крайней мере 150 минут каждую неделю умеренной интенсивности аэробной физической активности, как ходьба. Силовые тренировки часто рекомендуется, по крайней мере 2 раза в неделю. Поговорите со своим врачом о том, какой тип упражнений является правильным для вас. Изменения в образе жизни для лечения диабета Это хорошая идея, чтобы носить браслет медичелерт или тек, который говорит, что вы больны диабетом. Это позволит другим знать о вашем состоянии в случае у вас есть тяжелой гипогликемической атаки и не в состоянии сделать себя понял, или если вы попали в аварию и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Идентификация себя как диабет имеет важное значение, потому что гипогликемические приступы могут быть ошибочно приняты за пьянство, и жертвы часто не в состоянии заботиться о себе. Без своевременного лечения гипогликемия может привести к коме или судорог. И, потому что ваше тело находится под повышенным напряжением, когда вы больны или ранены, уровень сахара в крови необходимо будет проверяться медицинским персоналом, которые дают вам экстренную помощь. Будьте уверены, что вы заботитесь о своих зубах и регулярно зубочистка. Диабет может ухудшить заболевание десен. Витамин С может компенсировать низкий уровень инсулина в крови, который обычно работает, чтобы помочь клетке поглощают витамин. Правильное количество витамина сможет помочь организму поддерживать хороший уровень холестерина и держать уровень сахара в крови под контролем. Но слишком много может вызвать камни в почках и другие проблемы. Проверьте с вашим врачом, чтобы увидеть, если витамин С является правильным для вас. Витамин Е может помочь ограничивать повреждения кровеносных сосудов и помогают защитить от почек и болезней глаз. Но слишком много может привести к серьезным проблемам, таким как более высокий риск развития инсульта. Поговорите со своим врачом, прежде чем добавлять это дополнение. Магний помогает контролировать уровень сахара в крови. Некоторые люди с диабетом имеют серьезный дефицит магния. Магния добавки, в данном случае, может улучшить действие инсулина. Ум, тело медицины. Управляемые образы, биологическая обратная связь, медитация, гипнотерапия, йога и уменьшить стресс гормонов, которые, в свою очередь, может помочь стабилизировать уровень сахара в крови. Биологическая обратная связь может также помочь снизить кровяное давление, но необходимы дополнительные исследования, чтобы обнаружить свою роль в лечении сахарного диабета и высокого кровяного давления. Лекарственное средство из растений. Капсаицин-крем, мази сделан из Каенский, сообщается некоторыми пациентами, чтобы помочь снизить боль в руках и ногах от диабетической нейропатии. Но люди с потерей чувствительности в руках или ногах следует соблюдать осторожность при использовании капсаицин, поскольку они не могут быть в состоянии в полной мере почувствовать изжение. Проверьте с вашим врачом, если вы думаете о попытке этот продукт.